Спасибо. Ну что, коллеги, всем добрый вечер. Очень рада приветствовать вас на первой мастерской учителя в этом календарном году. Всегда такой волнительный момент начала. Очень благодарна всем слушателям, которые были с нами в прошлом году. Я знаю, что есть люди, которые уже годами вместе с нами на мастерской учителя. Это очень приятно. Мы читаем все ваши комментарии, отзывы. Спасибо вам большое. Сегодня мы с вами в рамках нашей встречи открываем очередную новую серию встреч по теме мотивации студентов, учеников, в целом мотивационный дизайн в образовательной среде, как нам замотивировать наших учащихся принимать активное участие в занятиях, в обучении, как эту мотивацию не потерять, как выстроить непосредственно образовательный процесс так, чтобы им было интересно и вовлекательно. И у нас с вами предстоит несколько встреч, посвященных как раз этой теме. Как обычно, первая встреча в рамках нашей темы будет больше такая теоретическая, чтобы мы с вами постарались обозначить, что мы подразумеваем под мотивацией, как она выглядит, какие у нее есть основы, какие условия важны для развития мотивации. И хочу напомнить, что первая встреча в мастерской учителя, такая теоретическая, она всегда у нас немножечко более длинная. Мы сегодня с вами проводим встречу до 19.30. Сегодня гостем нашей мастерской учителя будет Юлия Николаевна Корешникова, кандидат педагогических наук, доцент института образования и академический руководитель магистрской программы педагогическое образование. Юлия Николаевна сегодня как раз нас немножечко ведет в курс того, что мы подразумеваем под мотивацией, как нам организовать среду для развития мотивации, как мотивация оказывает влияние на образовательные результаты наших учеников и так далее. Хочу немножечко напомнить вам про регламент нашей встречи. Поскольку у нас она сегодня более длинная, у Юлии Николаевны будет около 60-70 минут на выступление, у нас, как всегда, будет в течение 20 минут сессия вопросов. Напомню, что вопросы вы можете писать по ходу нашей встречи уже в чате, чтобы их не забыть. Мы обязательно в конце выступления их всех анонсируем. Ну что, коллеги, желаю нам с вами приятной встречи. Юлия Николаевна, передаю вам слово. Пожалуйста. Спасибо большое за содержательное представление. Не только меня, но и доклады, которые у нас будут сегодня. И начнем. Название темы этого доклада достаточно интригующее. Коллеги, большая просьба не листать слайды за меня, поскольку может возникнуть путаница, откуда мы начали. И у меня будет, я буду говорить про одно, а слайд будет совсем про другое. Значит, интригующая тема нашего доклада. И звучит она следующим образом. Заинтересовать нельзя заставить. Как создать мотивирующую образовательную среду? Заинтересовать нельзя заставить? Или заинтересовать нельзя заставить? То есть вот здесь вот мы будем сохранять интригу, наверное, до конца выступления. И потом мы с вами посмотрим, каким же образом нам сделать так, чтобы наши студенты, наши учащиеся, в зависимости от того, на каком уровне вы образовании работаете в школе или в университете, эти правила, они универсальны для всех ступеней образования, для всех возрастных категорий. Чтобы они были максимально эффективны, и наши студенты, наши учащиеся добивались наилучших образовательных результатов. О чем мы сегодня поговорим в течение доклада? Мы поговорим о теоретических основаниях, которые вызывают интерес учащихся, которые вовлекают, повышают вовлеченность обучающихся в образовательную среду. Мы поговорим о подходах к мотивации с теоретической точки зрения, то есть как можно мотивировать учащихся, какие бывают подходы к мотивации. Поговорим о том, что же такое мотивация и каких видов она бывает. И рассмотрим непосредственно практические инструменты, которые сейчас существуют, то есть как сейчас, в текущей ситуации, педагоги в основном вовлекают обучающихся в образовательный процесс. А также рассмотрим подходы, которые позволяют нам добиваться максимальных образовательных результатов. Я думаю, что я немножко приоткрыла завесу тайны и в то же время постаралась разжечь в вас интерес, чтобы вы вовлекались в прослушивание доклада и в конце задавали вопросы о том, а куда же нам поставить запятую в итоге? Заинтересовать нельзя заставить или заинтересовать нельзя заставить? Итак, начнем. И начнем мы непосредственно с того, а для чего же нам нужно заинтересовывать наших обучающихся. То есть с тех образовательных результатов, которым мы должны стремиться в процессе нашего образовательного процесса. И здесь на слайде представлена таксономия образовательных результатов. Она немножечко в упрощенном виде представлена, но тем не менее смысл... Коллеги, слышно ли меня? Да, вот теперь вас слышно. Да, 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 были небольшие перебои с интернетом. То есть на первом этапе у нас самый базовый этап, то есть там, где идет информирование, то есть наши учащиеся просто знакомятся с информацией. Далее идет ее осознание, осмысление, и мы переходим на уровень понимания и поднимаемся выше к экспертизе и переносу знаний в новые ситуации. И вот здесь у нас возникает риск в процессе освоения образовательных результатов. И эти риски несет в том числе, а не только, но в том числе, наверное, сейчас самый такой, наибольший риск представляет это искусственный интеллект. И я поняла, что искусственный интеллект уже начинает проникать во все сферы жизнедеятельности человека, когда мне о нем сообщила моя бабушка. То есть мне звонит моя бабушка, которая уже 86 лет и говорит, Юля, ты знаешь о том, что у нас возникает риск безработицы, повышения уровня безработицы. И что искусственный интеллект влечет за собой автоматизацию многих профессий. И я поняла, что это уже искусственный интеллект вышел за рамки исследователей, за рамки системы образования. Уже даже пенсионеры понимают, что есть искусственный интеллект, что он позволяет, он влечет определенные риски. И какие же риски основные влечет за собой искусственный интеллект? То, что многие профессии, многие операции в системе на рынке труда будут автоматизированы. И основные задачи человека становятся, это производство нового знания и установление качественных межличностных отношений. Хотя здесь это не вынесено на слайд в таксономии, но тем не менее это имеет место быть. То есть человек становится ответственным именно за навыки, так скажем, высшего порядка. Именно их мы должны развивать у наших учащихся. И если перейти к следующему слайду, то на основании эмпирических исследований уже доказано, что навыки высшего порядка развиваются только в том случае, если человек этого хочет. То есть мы можем создать условия для того, чтобы обучать, достигать тех образовательных результатов в добровольно-принудительном порядке, которые могут быть автоматизированы, которые в дальнейшем может перехватить у нас искусственный интеллект. Но для того, чтобы создать условия, которые способствуют развитию навыков высшего порядка, нужно создать такие условия, чтобы человек, то есть наш обучающийся, непосредственно этого захотел. И тут возникает парадокс. То есть, с одной стороны, мы понимаем, ну, то есть мы, большинство из нас владеет теми результатами исследований, что мы должны мотивировать наших учащихся, что для того, чтобы избежать риска того, что наши учащиеся, выпускники наших образовательных организаций не будут готовы к выходу на рынок труда, мы должны их мотивировать, но, с другой стороны, другой пул исследований показывает, что академическая мотивация студентов снижается в процессе обучения. И вот именно обсуждению вот этой ситуации, вот этого парадокса, этого расхождения между тем, что человек хочет, должен хотеть развиваться, но при этом он этого не хочет, и как создать такие условия, чтобы человек, находясь в системе образования, захотел развиваться, именно этому и будет посвящен наш доклад. Коллеги, у кого-то включен микрофон. Если можно выключить микрофон, будет здорово, потому что посторонние звуки отвлекают. Да, и, как я уже сказала, часть моего доклада будет посвящена именно теоретическим основаниям, теоретическим основаниям мотивации. И с этого я и начну. То есть мотивация у нас идет не мотивация ради мотивации, а мотивация для чего-то, то есть для осуществления какой-либо деятельности. И если обратиться к теории деятельности, то там есть такая фраза, такой тезис, что вся жизнь человека есть, собственно, совокупность сменяющих друг друга деятельности. И учебная деятельность не исключение. И существуют разные подходы для того, чтобы рассматривать предикторы деятельности, то есть, собственно, что движет человеком, чтобы он осуществлял эту деятельность. И эти предикторы разделяются на две группы. Это внешние условия и внутренние условия. Что касается вот этих вот двух групп предикторов, они разделяют и теории, которые лежат в основании многих наук, на две группы. То есть часть теорий говорит о том, что деятельность человека детерминируется только внешними условиями. Часть теорий говорит о том, что основную роль играют внутренние условия, а отдельные теории говорят, что только взаимодействие условий между собой обеспечивает продуктивную деятельность. И вот если обратиться к следующему слайду, то мы увидим здесь как бы два полиса этих теорий деятельности, которые обуславливают набор причин, которые детерминируют нашу деятельность. Это теории бихевиористские и теории конструктивистские. И неважно, в какой науке мы находимся, социология, экономика или образование, психология, ну и так далее, можно называть любую гуманитарную науку, и мы увидим, что есть у нас исследователи, которые приверженцы либо бихевиористских подходов, либо конструктивистских подходов. Что же это влечет за собой? Рассмотрим сначала бихевиоризм. Собственно, последователи бихевиористских теорий говорят, что деятельность обуславливает только внешние условия. То есть человек не представляет собой инициирующего объекта. Он лишь точка, в которой объединяются многочисленные генетические особенности и факторы внешней среды. Автор этой фразы, один из авторов теории бихевиоризма, это Скиннер. До этого, то есть самым основателем теории бихевиоризма можно назвать Тарандайка, но также называют Декарта, человеком, из которого истекают корни бихевиоризма. Но, тем не менее, вот здесь мы привели теорию Скиннера, и так или иначе, все авторы этой теории были схожи между собой. Что деятельность человека необходимо изучать через внешние индикаторы проявления его поведения. И они проводили достаточно много исследований, которые доказывали именно правильность этой теории именно на животных. То есть это были, если брать теорию Павлова, то это были собаки, это были крысы, это были голуби, то есть и любые другие животные, которые помогали доказать то, что именно стимулирование живого существа к осуществлению деятельности влечет, собственно, за собой проявление индикаторов той или иной деятельности. То есть если обратиться к словам Моосона, то человек – это животное, отличающееся от прочих видов живых существ лишь типами демонстрируемого поведения. Если посмотреть, допустим, обратиться к социологии, то ранняя социология, она основана в том числе на бихевиоризме. То есть если посмотреть, допустим, на порт социологов относительно того, что же доминирует над поведением человека внутри структур, сами структуры, или человек может менять структуры. То есть у них есть такая прям большая ветка дискуссии, называется «структура действия». И многие в начале, особенно развития социологии, говорили о том, что структуры полностью определяют поведение человека. И на этом много построено социологических теорий. То, что не человек определяет действия свои внутри структур, а именно структура определяет действия человека внутри них. Это опять же говорит о внешних условиях. То есть внутри института образования очень часто для объяснения неравенства используют теорию бурдьер. То есть это теория социально-культурного капитала. То есть если человек родился в определенных условиях, то у него будет определенный набор навыков, определенный набор установок, которые определяют его внешние условия. Соответственно он будет действовать в соответствии с этими условиями, в соответствии с теми установками, которые у него развивались. То же самое говорит нам экономика, когда она говорит про выбор. То есть есть стимулы, которые действуют на человека в определенных условиях, они обуславливают его выбор того или иного товара, тех или иных услуг. Если обратиться к религии, даже в религии тоже в большинстве случаев доминирует бихевиоризм. То есть чтобы избежать чего-то, не нужно делать то-то, а либо чтобы достичь чего-то, тоже нужно сделать то-то. То есть в каждой науке можно найти множество примеров, в которых доминирует бихевиоризм. И, собственно, система образования в данном случае не исключение. Именно, и, наверное, это та система, которая провоцирует развитие этой науки, вернее, этого течения, этого направления в науках бихевиоризмского, которое через систему образования проходит абсолютно все представители человечества. Ну, в развитых странах так абсолютно точно проходят все до определенной ступени образования. Соответственно, вот эти вот установки, вот эти вот, скажем, эта парадигма, она получает все большее и большее распространение. Чем мы мотивируем, когда мы работаем в рамках бихевиористской теории? Чем мы в основном, что мы, вернее, как мы действуем для того, чтобы человек выполнял то или иное действие, которое, ну, для нас интересно, чтобы учащиеся достигали образовательных результатов. Соответственно, что мы будем делать для того, чтобы учащиеся действовали так, как мы хотим? То есть, на наш взгляд, развивались. То есть, первое, что, ну, от чего сейчас уже мы отказываемся, это не делай вот так и не будешь наказан. Собственно, это, этот инструмент использовали ранее достаточно широко. Сейчас мы уже понимаем, что от наказания нужно переходить к поощрениям. Это достаточно тоже распространенная сейчас стала теория, что наказания не работают. Но, тем не менее, в школах это до сих пор распространено. То есть, не делай вот так и не будешь наказан. Делай уроки и не получишь двойку. То есть, не прогуливай занятия и не будет тебе наказания, не будет различных санкций. То есть, вот мы переходим к следующему этапу. Это вознаграждение, в том числе, похвала. То есть, мы говорим, ты молодец, если ты будешь ходить на занятия, если ты будешь учить уроки, если ты будешь делать все так, как я тебе говорю, то будет нам всем хорошо, ты добьешься образовательных результатов, ты выйдешь на рынок труда, и у тебя будет, в будущем у тебя будет все прекрасно. Но, какой здесь возникает парадокс? То есть, по сути дела, когда мы наказываем, мы просто говорим, не делай вот так и не будьте наказания. Когда мы хвалим, мы тоже пытаемся полностью контролировать поведение человека, говоря, только немного по-другому смещая акценты. Сделай вот так и получишь вот это. То есть, опять же, идет стимул реакции. И в чем здесь риск? И вот на самом деле здесь вот такая вот интрига, для меня это было тоже удивлением, потому что, когда я начинала работать, это система вознаграждений, переход от системы наказания к системе вознаграждений, оно для меня было как-то настолько естественно, что если мы будем хвалить учащегося, если мы будем хвалить в дальнейшем сотрудника, своего ребенка, по сути дела, у нас система отношений выстраивается и родитель ребенок, то есть родитель контролирует поведение ребенка и пытается вырастить его в соответствии с теми культурными стандартами, которые он несет в своем культурном багаже, в своем культурном капитале. Учитель затем учит своих учеников в соответствии с теми нормами и стандартами, которые государство говорит о том, что вот у нас такие-то культурные нормы необходимо распространять среди населения, это все зафиксировано в стандартах, соответственно, учитель тоже контролирует поведение ребенка, чтобы он достигал тех образовательных результатов, которые у нас зафиксированы в стандартах. То же самое, когда мы выходим на работу. Перед нами стоят определенные технические задания, которые нам нужно выполнить для того, чтобы добиться определенной прибыли, для того, чтобы наша компания развивалась, для того, чтобы мы добивались лучших результатов. И опять же мы говорим, сделай вот так и получишь вот это. То есть мы везде мотивируем, в каждой ситуации, которую я описала, везде идет мотивация через вознаграждение, через похвалу, через измерение образовательных результатов или трудовых результатов, или поведение ребенка. И мы говорим, ты будешь делать вот так, вот так, вот так, то есть даем ему алгоритм поведения, какие-то критерии оценки, которые описаны у нас в нашем случае. Это ПУДы, в Smart LMS мы это прописываем. И тогда говорим, мы тебе поставим тогда в таком случае пятерку. Какие же риски мы при этом несем? В чем мы ограничиваем человека? То есть так или иначе, что при помощи системы наказания? Что при помощи системы поощрений? Мы пытаемся контролировать поведение человека. Человека, у которого есть свой внутренний мир, который вот пока мы вспоминаем, вот этот треугольник действия, деятельности, где мы рассматривали внутренние условия, мы рассматривали внешние условия, как предикторы деятельности. Мы пока внешние условия выставляем на первый план. Внутренние условия, у нас как бы внутренний мир человека, мы не берем в расчет. Мы берем внешнее, основное, и говорим, вот если ты сделаешь вот так, ты получишь вот это, мы его стимулируем. И, собственно, получается, что если рассматривать вот из этой парадигмы, то поощрение это получается обратная сторона медали наказания. Мы ограничиваем человека, контролируем его полностью. Человека, который, по сути дела, обладает свободой выбора. Он стремится к тому, что я хочу выбирать. Я хочу выбирать между тем, чтобы вот сделать вот так или вот это, для того, чтобы добиться этого результата. А вообще, может, я не этого результата хочу добиваться, а хочу добиваться несколько другого результата. А почему вообще я должен этого результата добиваться? Это не берется в расчет. Берется в расчет изначально сразу тот результат, который в стандартах, допустим, зафиксирован, если мы рассматриваем систему образования, мы конкретно к этому результату и ведем нашего обучающегося. То есть и то, и другое. И поощрение наказания используется в том случае, когда мы хотим добиться какого-то конкретного результата. И вот мне понравилась цитата Нила, которую я сюда вынесла на этот слайд. То есть обещать награду за ту или иную деятельность равно, что признать, что сама по себе деятельность ничего не значит. То есть мы априори считаем, что если ребенок приступает к деятельности, то сама деятельность для него неинтересна. То есть само обучение для него неинтересно. И для него интересно получить пятерку. Либо получить звездочку, либо получить какую-то другую награду, которую мы ему обещаем за эту деятельность. И, собственно, так и происходит. То есть что получается? Происходит смещение акцента с самой деятельности. То есть результатом становится не деятельность, не результат деятельности, а то, что мы ему обещаем в конце. И ему хочется получить эту награду. Тем более за пятерку хвалят родители. Возможно, родители уже пообещали ему что-то купить за эту пятерку. И он видит уже вот тот результат, который идет как награда. И вот этот процесс деятельности отодвигается на второй план. То есть мне нужно поскорее выполнить все, что в этом процессе деятельности, и получить эту пятерку. То есть у нас как получается? Дети, которые поступают изначально в систему образования, вот я вспоминаю себя, вспоминаю свою дочь, вспоминаю класс, который я первый набирала. То есть они приходят с горящими глазами в школу. То есть мы хотим учиться. Но мы почему-то, как педагоги, сразу думаем о том, что нам нужно представить систему поощрений. Для того, чтобы нашим учащимся было интереснее учиться. И мы начинаем их стимулировать уже не через интерес к деятельности, а через те награды, которые перед ними стоят. И получается, награда затмевает непосредственно ту деятельность, которую выполняет ребенок. То же самое можно сказать и про работников, про сотрудников. То есть мы, как сотрудники, приходим на работу, начинаем выполнять свою деятельность. И мы для чего выполняем ее? Для того, чтобы получить заработную плату. Для того, чтобы нас похвалил начальник. Для того, чтобы добиться успеха у коллег. То есть разные бывают виды вот этих вот плюшек, так назовем их, которые мы получаем по итогу деятельности. И зачастую вот именно деятельность, она является тем средством, которое позволяет нам получить награду, а не наоборот. То есть деятельность уходит у нас куда-то в тень, а на первый план выходит награда. И вот когда я читала книгу, которая тоже стимулирует к тому, чтобы изменять парадигму работы с учащимися и с сотрудниками, и со своими детьми именно с бехевиористкой на конструктивистскую, либо неоконструктивистскую, о которой мы тоже сегодня немного коснемся. Вы наверняка знаете, что есть такая вероятностная педагогика, педагогика открытий. То есть вот в эту вот сторону, чтобы смещать деятельность, нужно уходить от поощрений, нужно смещать интерес именно на внутренние мотивы. А как же уйти от поощрений? Вопрос сразу возникает. Что нужно делать для того, чтобы уходить от поощрений? Ну как же человек хочет кушать? Ну, собственно, для этого мы и приходим на работу, чтобы заработать деньги. И его спрашивают, ну вот после того, как он прочел всю эту лекцию, его спрашивают, ну то есть теперь мы вам можем не платить за лекцию. Вы вот внутренне мотивированы, и вы такие пришли, вы нам прочитали лекцию, и все, мы вам можем за это не платить. Он задумался, и ответ представляет следующим образом. Просто когда я работаю над подготовкой материала, я максимально убираю вопрос вознаграждения на задний план. Я не думаю, но это он уже самостоятельно себя контролирует, он самостоятельно себя мотивирует, понимая все вот эти утуловки внешней мотивации, он говорит о том, что это уходит на второй план, и на первый план выходит деятельность. Так вот, деятельность через ответственность, но я сейчас уже немного забегаю вперед, говорю про ответственность, то, как мы должны научить ребенка действовать. То есть не думая об отметке, а думая непосредственно о самой деятельности. То есть получается, что чем рискованно действие через поощрение? Многие наверняка из вас замечали, что и мы сами, но я вот по себе точно могу сказать, и наши дети, и наши сотрудники, ну, наши учащиеся, вот как бы целевая аудитория, для чего мы, собственно, здесь собираемся, так как у нас в мастерской учителя больше акцент необходимо делать именно на учащихся, если они делают что-то для оценки, это недолговременный результат. То есть в скором времени он забывается. То есть это и постоянно требуется подпитка, подпитка и подпитка. Мы должны постоянно их поощрять, поощрять и поощрять, чтобы добиваться, ну, по крайней мере, сохранять образовательные результаты на должном уровне. То есть получается у нас поощрение – это не решение, это такая некая уловка или хитрость, чтобы на время снять остроту проблемы, не вдаваясь в ее причины. То есть она не дает возможность разобраться в сути дела. То есть как раз у нас вот эти вот внутренние условия, личностные характеристики человека, они в данном случае у нас отодвинуты на второй план. На первый план у нас выходит непосредственно поощрение и похвала. И, соответственно, нам нужно постоянно поддерживать. Если мы это поддерживаем, то мы добиваемся нужных образовательных результатов, либо результатов, которые от нас требуют выполнения. Ну, если мы находимся в роли родителя, чтобы наш ребенок нас слушался, либо чтобы, если мы находимся в роли работодателя, чтобы сотрудник выполнял те или иные виды деятельности. То есть получается у нас наказание, по сути дела, это в более жесткой форме, но тоже такой инструмент, который позволяет нам добиваться результата, который мы контролируем. То же самое вознаграждение. В более мягкой форме мы добиваемся результата, который мы контролируем. Но акцент смещаем с деятельности непосредственно на те стимулы, которые являются внешними по отношению к обучающимся, по сравнению к тому человеку, который выполняет деятельность. То есть получается, что мы стимулируем подчинение, но не меняем отношение к деятельности, эмоциональной реакции человека, который определяет его поведение. То есть эмоции – это то основание, на которое человек может заинтересоваться, пролюбопытствовать вот этой деятельностью. То есть у него возникает любопытство. Мы сейчас еще дальше проговорим о том, а почему же любопытство и эмоции имеют такую большую роль. Именно уже нейрокогнитивисты заинтересовались этих вопросов, у них очень много исследований на эту тему. То есть почему именно с эмоциональной составляющей и с вовлеченностью в деятельность нам необходимо начинать, а не с той награды, которая следует уже за выполненной нами деятельностью. Итак, вот еще такое интересное исследование, это даже не исследование, это набор исследований. Я специально сюда включила ссылки на ранее проведенные исследования, чтобы показать, когда же это все началось и какую историю имеют эти исследования. Что-то еще с 61-го года ученые заинтересовались парадоксом, мотивации, то есть что сделай вот так и получишь вот это, эта система приводит к снижению образовательных результатов по сравнению с тем, если ребенок, если учащийся, если сотрудник непосредственно вовлечен в деятельность. И на самом деле результатов этих исследований очень много. И современные исследования. И вот я дальше приведу исследование, которое непосредственно я сама проводила, которое свидетельствует ровно о том же. Если мы не вовлекаем людей, учащихся в деятельность, и они не проявляют внутреннего любопытства и внутреннего интереса, то это не позволяет нам добиваться развития навыков высшего порядка. Ну и вот возвращаясь к первому слайду, то мы видим вот этот парадокс, что с одной стороны нам необходимо развивать навыки высшего порядка, нам необходимо, чтобы человек хотел, чтобы учиться, хотел вовлекаться, но при этом академическая мотивация у них падает. А падает она ровно потому, что, ну я опять же сейчас попозже еще об этом скажу, сейчас коротко скажу об этом, о том, что мы делаем изначально, априори предполагаем, что деятельность человеку будет неинтересна, и смещаем акцент на награду, которую мы ему дадим, когда он выполнит ту или иную деятельность. И в каком случае начинает работать вознаграждение или похвала в качестве инструмента мотивации? Когда отсутствует доверие в коллективе между руководителем и подчиненным, ну в качестве руководителя подчиненного, как я говорила, можно рассматривать родителя ребенка, учителя, ученика или работодателя и сотрудника. Не объясняются причины запретов и правил. То есть непонятно, почему я должен делать это, непонятно, почему я должен добиваться этой цели. То есть если она мне абсолютно, ну как бы параллельно моим интересам идет эта цель, то, соответственно, да, мне нужна какая-то внешняя мотивация, чтобы понимать, для чего я это делаю, ну хотя бы ради пятерки я это буду делать. Помощь в формировании и усвоении позитивных ценностей отсутствует. В данном случае, наверное, одной из самых ключевых позитивных ценностей будет являться ответственность. То есть когда у ребенка есть ответственность за, ну то есть свобода выбора и ответственность за результат, тогда у него может возникать внутренняя мотивация. Если нет ответственности, если ребенок или учащийся, или сотрудник не умеет пользоваться своей свободой, то здесь, конечно, возникает риск. То есть если мы ослабляем контроль и даем им возможности свободы, возможности выбора, максимальную свободу без ответственности, то это у нас, конечно же, превращается в анархию. И поощрение к самостоятельным рассуждениям. То есть мы от природы своей самостоятельно. То есть человек хочет самостоятельно принимать решения, самостоятельно брать на себя ответственность. Наша задача, как педагогов, научить их вот это вот, это самостоятельно, научить развить в них вот это вот ощущение ответственности. То есть если коротко вот сейчас обратиться к тем рискам, которые несут за собой именно вот внешнее стимулирование, внешние награды, то можно сказать то, что самое главное, конечно, самый главный риск это то, что мы не достигнем навыков высшего порядка. Один, наверное, из самых больших рисков это креативность, который подлежит риску того, что он не будет развит, развит, это креативность. То есть если вот возьмем обычную ситуацию в школе, ну и в университете то же самое. То есть мы для того, чтобы поставить оценку, собственно тот внешний стимул, к которому мы стремимся, мы обещаем, что необходимо студенту или ученику выполнить вот такие-то, такие-то критерии. То есть мы им даем критерии и выставляем за эти критерии оценку. Что происходит? Я зачем буду рисковать? Тем более, если у нас, как вот в нашей высшей школе экономики, идет больно-рейтинговая система, когда я могу потерять скидку. Зачем я буду рисковать и что-то творить, и что-то создавать новое? Я лучше сделаю ровно, как требует преподаватель, по тем критериям, которые требует преподаватель, и он мне поставит вот этот максимальный балл, который требуется. И хорошо, если преподаватель закладывает в эти критерии вот эту вот нотку творчества, действительно ее оценивает, и взаимоотношения доверительные, климат доверительный между учеником, между студентом и преподавателем, между учеником и учителем служит, то они могут доверять друг друга, и у них тогда творчество как бы меньше подвержено риску. Если же все строго регламентировано, если у нас идет следование строгое правилам и процедурам, то здесь, конечно, никто рисковать не будет. Я выполню вот это вот все необходимое и, соответственно, получу оценку. А потом мы будем говорить непосредственно о технологическом суверенитете страны. У нас станет острый вопрос, потому что у нас инноваций не хватает, потому что у нас не хватает именно стремления к развитию, потому что именно через те условия, которые созданы в системе образования, через бихевиоризм, у нас ограничивается вот это стремление к развитию. И один из инструментов здесь предлагаемый автором, сейчас уже не вспомню, в какой книге я вычитала, значит, автор предлагает такую систему оценивания, что, ну, так как мы не можем уйти от отметочной системы, ну, мы находимся в таких условиях, собственно, и у нас вся власть, система власти выстроена именно на этой системе, то предлагается делать таким образом, что есть оценка еще не готова и отлично. То есть учащийся подходит, сдает, получает обратную связь от педагога развивающую, затем создается позитивный климат ошибки, то есть он может не бояться ошибиться, он подходит, сдает раз, сдает два, сдает три, и пока он не доведет этот навык до совершенства, то есть когда навык уже отработан, тогда только можно поставить уже оценку. Конечно, тут возникает риск о том, что у нас не хватит времени со всеми так поработать, но хотя бы у нас есть возможность, допустим, это, когда есть малые группы, когда, допустим, у нас есть возможность брать учебных ассистентов себе, допустим, ну, высшая система учебных ассистентов достаточно неплохо развита, то есть какие-то инструменты, и как-то подумать, как можно организовать образовательный процесс, чтобы не через стимул реакции, а через диалог, через понимание того, почему происходит такая ситуация, почему ребенок, учащийся, не может справиться с заданием, вот через вот эту сложную систему, сложный процесс, но тем не менее реалистичный, и дающий гораздо большую отдачу, большие результаты в дальнейшем, можно двигаться именно к развитию внутренней мотивации. Но здесь, получается, у нас смещается акцент уже, сейчас перейдем дальше. Ну, вот, да, я уже хотела сказать про внутренние условия, но здесь еще такое, как бы, поощрение разрушают отношения, еще один слайд в том, как мы сейчас действуем. Не говорю о том, что все так действуют, но большинство педагогов, как показывают результаты, проведенные и мной, в том числе исследования, действуют именно вот по такой схеме, что идет именно мотивация через внешние стимулы, а не через воздействие на интерес и на любопытство. То есть высокие результаты – это свилетствие слаженной командной работы, в рамках которой происходит высокий, свободный обмен ресурсами, навыками, знаниями, и каждый участник получает нужную поддержку для достижения максимальной эффективности. Собственно, это то, о чем говорили классики нашей, классики российской педагогики и психологии, в том числе, Лев Семенович Выгодский говорит о том, что вот именно в социуме, именно во взаимодействии между собой возникает максимальная дача достижения наибольших образовательных результатов. Ну вот про ошибку я тоже уже говорила, что важно давать обратную связь и чтобы ребенок не боялся ошибиться, подходя к своему педагогу. При этом так у нас выстроено в основном взаимодействие, мы даже рискуем организовывать групповые работы зачастую, потому что не видно вклад каждого отдельного учащегося в результаты. То есть в основном, если оценивается, то оценивается в целом групповая работа, и говорят, что оно, я не знаю, может быть, Ситеров вообще ничего не делал в этот момент, и вот Иванов вытянул всю группу. То есть существуют разные инструменты и подходы к оценке внутригрупповой динамики, внутригрупповой работы, но они тоже требуют определенных затрат, гораздо проще оценивать вот по контрольным работам, по конкретным тестам, которые показывают определенные образовательные результаты каждого учащегося. Но вот тоже я уже немного касалась, еще раз повторюсь, что если вспомнить, как мы пошли все в школу, ну, я это по себе очень хорошо помню, помню по своим одноклассникам, по своему ребенку, по своему первому классу, про который я вам уже говорила, просто все, ну, большинство, по крайней мере, из детей приходят в школу с желанием, и когда хочется узнать что-то новое, полюбопытствовать, тебе что-то расскажут, тебе появятся новые друзья, то есть мы все имеем тенденции по умолчанию, к развитию, к взрослению и к самостоятельности. То есть именно вот из этого важно исходить, когда мы организуем образовательный процесс, что деятельность, которую мы организуем априори, не неинтересна учащимся, с которыми мы работаем. То есть если мы правильно организуем образовательные условия, то она может быть, ну, в смысле, мы сможем заинтересовать тех, с кем мы работаем, тех, кого мы обучаем. И вот сейчас мне на ум пришла такая история, которую рассказывал в одной из своих лекций Шалва Аманашвили, когда рассуждал по поводу экспериментов в системе образования. Он говорит, возьмем таракана и возьмем стакан, накроем таракан стаканом, потом поднимем стакан и скажем, беги, и таракан бежит. Потом мы возьмем, оторвем у него одну лапку, опять же накроем стаканом, потом откроем стакан, скажем, беги, таракан опять бежит. Ну и так далее, пока мы не оторвем у него все лапки. Опять открываем стакан и говорим, таракан, беги, а таракан не бежит. И вот из этих вот наблюдений делается вывод о том, что после того, как мы оторвали у таракана все лапки, таракан перестал бегать. Таракан перестал нас слышать. То есть, по сути дела, в образовательном пространстве иногда происходят вот такие изменения, которые отрезают у детей, так скажем, крылья, и им не хочется уже в дальнейшем развиваться. А мы делаем вывод не о том, что мы создали неправильные условия для того, чтобы ребенок не развивался, а мы делаем вывод о том, что ребенок перестал нас слышать, ребенку неинтересно, у ребенка падает мотивация, соответственно, перекладываем ответственность у нас, как с тех людей, которые организуют образовательные условия на ребенка, у которого упала мотивация и который не хочет дальше без оценок, без внешних поощрений, без внешних стимулов учиться. Итак, и вот как бы альтернатива вот этим вот бихевиористским подходам, это подходы конструктивистские или неоконструктивистские, где идет в рамках деятельности, в детерминатах деятельности учитываются еще и внутренние условия, ценности установки, навыки, личностной черты человека. То есть, не каждый человек одинаково воспринимает стимул. У нас еще есть такое понятие, как рефлексия. То есть, мы воспринимаем стимулы через определенную призму накопленного нами опыта. Мы можем относиться к ним либо негативно, тем стимулам, которые идут от внешней среды, либо позитивно, в зависимости от нашего бэкграунда, в зависимости от того, что мы накопили, каким багажом опыта мы обладаем. И вот как раз сейчас переходим, ну, возможно, я немножечко запоздала, надо было этот слайд внести пораньше, но, возможно, и нет, возможно, и сейчас необходимо было его ввести. То есть, что же такое академическая мотивация? То есть, что нам позволяет добиваться тех результатов деятельности, которые перед нами ставит система образования, перед которой перед нами ставит родитель или наш работодатель. Ну, то есть, я почему упоминаю и тех, и других, и третьих, потому что, примерно, механизмы взаимодействия между нами, они достаточно близки между собой. То есть, сложная многомерная структура, стимулирующая студентов к успешному выполнению заданий преподавателя, достижению цели обучения. И вот сейчас хочется разобрать вот фразы, которые вынесены в определение академической мотивации. То есть, что же такое сложная многомерная структура? То есть, мы уже посмотрели, что эта многомерная структура может зависеть от внешних стимулов, и тогда это будет внешняя мотивация, то есть, похвалы, премии, награды, продвижение по службе и другие внешние повышения. Это может быть внутренняя мотивация, которая связана непосредственно с внутренними характеристиками человека. То есть, это любопытство, это интерес к самой деятельности, удовольствие от процесса деятельности. И вот есть теория самодетерминации, которая непосредственно говорит нам о том, что же детерминирует человека к действию в окружающем мире, к вовлечению в деятельность. А именно, это экономия, то есть, как раз свобода действий, свобода выбора. То есть, то, когда человек сам может определять, как ему решать ту или иную задачу. А почему ему эта цель интересна? То есть, когда он для себя самоопределяется, происходит процесс самоопределения. Далее, компетентность. Это как раз та зона ближайшего развития, про которую говорил в своих разработках, в своей теории, в социально-культурной теории Лев Выгодский. То есть, это когда ребенок или студент, или ученик школы, сотрудник на работе, выполняет те задания, которые ему не слишком легкие и не слишком сложные. То есть, он находится в зоне своего ближайшего развития. То есть, они позволяют под руководством компетентного взрослого дотянуться до того уровня развития, который для него является следующим шагом. То есть, потребность развития у нас так или иначе прослеживается в течение всей нашей жизни. Ну и связь со значимыми людьми, чтобы мы были понятны и приняты ими. То есть, наш учитель, он нас принимает и дает нам обратную связь, и мы с ним взаимодействуем. То есть, между нами выстроены отношения доверия. То есть, это доверие, это посильная задача, и это возможность выбирать деятельность, подходы к решению этой задачи. Это, конечно же, цель, то есть, то, ради чего мы это делаем, это стимулирует именно внутреннюю мотивацию. Но, если раньше говорилось, что только есть внутренняя и есть внешняя мотивация, то можно рассмотреть сейчас, вот опять же, Дэси и Райан предлагают концепцию непрерывной мотивации. То есть, от а-мотивации к внутренней мотивации. То есть, допустим, уже ребенок находится в таком состоянии, что он не хочет развиваться, то есть, ему это все вообще, на него даже внешний стимул не действует, он не хочет, просто неинтересно ему учиться. Дальше, все-таки, учитель смог создать такую атмосферу, что он стимулирует развитие именно внешней мотивации, то есть, поведение полностью зависит от внешних стимулов. То есть, то, что происходит во многих классах сейчас. То есть, многие дети учатся именно за оценку. Далее происходит, если учитель работает все-таки в направлении развития внутренней мотивации и уходит от внешней мотивации, то есть, он старается создать такие ситуации в системе образования, когда ребенок начинает заинтересовываться. То есть, у него происходит интерьеризация этого внешнего стимула внутрь, то есть, он начинает осознавать то, для чего ему это необходимо. К примеру, возьмем, допустим, возьмем уроки информатики. И, ну, поскольку мы сейчас все находимся за компьютерами, не будем далеко от них уходить. То есть, допустим, и тут, ну, неинтересно ему было, неинтересно, и в какой-то момент у него ломается компьютер, и они по информатике начинают проходить непосредственно тему, которая связана с устранением этой неполадки. И он начинает понимать, а мне это действительно надо, мне эта тема действительно нужна. И тут мотив начинает устраиваться уже в внутренний мир обучающегося. И начинает работать внутренняя мотивация. То есть, изначально он усваивал ради оценок, что-то у него оставалось в голове, что-то выветривалось после того, как он сдавал экзамены. А потом в какой-то момент он, наконец-то, почувствовал пользу от этого предмета и понял, да чего ему-то надо. И понял, что это ему посильно, и учитель готов оказать ему поддержку. Если вот эти вот все обстоятельства складываются, то начинает работать внутренняя мотивация. То есть, я на этом примере постаралась показать переход от а-мотивации к внутренней мотивации, то есть, как происходит интериализация вот этого внешнего стимула и переход его на внутренний план, то есть, возникновение именно внутренней мотивации. И вот здесь я делаю отсылку к исследованиям, которые проводятся в рамках... Ой, а можно не листать слайды? В рамках параллельной... Ну, в смысле, в рамках другой ветки наук, это нейрокогнитивисты. И достаточно давно тоже они доказали о том, что на самом деле человек... Вот когда мы говорим, что человек устроен так, что на него помимо внешних стимулов действуют внутренние стимулы, они это доказали на уровне реакции, которые происходят в нашем мозгу. То есть, как происходит работа мозга. Они про это проследили, говоря, что если раньше вот в картезианской парадигме, это вот в системе стимул-реакции, то, откуда несут корни, собственно, бихевиоризма, говорилось о том, что только внешняя среда опосредует реакцию человека на стимул. То есть, есть внешний стимул, человек на него реагирует. И, соответственно, когда мы учимся изначально, ну, это была изначально такая примитивная, можно сказать, сейчас уже, обладая определенным набором исследований в этой области, в области мозга, а мы можем говорить, что это достаточно примитивно, изначально так и считалось, что мозг – это табула раса, а когда мы учимся, мы прочерчиваем на ней trace of memory, такие как бы следы памяти. И возникает, ну, как бы мы это выучили, то вот возникла такая-то вот дорожка в мозгу, как скажем, след в этой памяти остался, ну, и так далее. Чем больше ты учишься, тем больше у тебя следов памяти. И сейчас говорят, что это абсолютно не так, что для того, чтобы у человека возникло желание что-то узнать, он сам должен при захотеть. То есть, если вот будет интересно, я потом скину ссылку на эту видеозапись о том, что говорит это Юрий Иосифович Александров, академик Российской академии наук, и зарубежный исследователь, у него очень много зарубежных публикаций, то есть эта ветка исследований сейчас развивается достаточно активно. у нас вот Керниговская Татьяна тоже работает в этой, тоже как бы последователь этой именно парадигмы, то есть парадигмы активность, а не реактивность. То есть человек не реактивно реагирует на стимулы, а он может реагировать только в том случае, когда у него возникает расхождение между имеющимся уровнем развития, имеющимся уровнем знаний, и той проблемой, которую ему надо решить. То есть это вот как раз любопытство, когда у него возникает, что он понимает, что ему не хватает соответствующих инструментов, и это является именно стимулом. Но для этого должен быть соответствующий фон. То есть если мы вернемся немножко раньше к тому, что я говорила изначально, о том, что стимулы, которые внешние, которые поощрение, они хороши, но они не меняют эмоционального фона. Именно в этом заключается и ключевое ограничение. То есть в деятельности, деятельность для ребенка как была, именно инструментом для достижения поощрения, она так и остается. А в данном случае, вот в рамках парадигмы активность, деятельность выходит на первый план. То есть происходит расхождение в мозгу между тем, что ты знаешь, и то, что тебе нужно знать для того, чтобы достичь результата. Именно это является тем стимулом к твоему развитию. И ты начинаешь искать и начинаешь двигаться в направлении овладения теми инструментами, которые тебе позволяют достичь ту цель, которая тебе необходима. И таким образом у нас получается следующий круг. То есть изначально мы эмоционально вовлекаем учащихся, то есть они должны понять, мы объясняем, почему это надо. И мы общаемся, а почему он это не может. То есть вот значимый взрослый, он помогает ребенку дойти до того нужного состояния развития, который требуется для его когнитивного развития. И, соответственно, для следующего этапа, для выхода на следующий этап когнитивного развития, то у нас возникают эмоции. Мы хотим, это мы понимаем. Для чего это? После этого у нас включается мотивация, то есть как бы стимул к действию, внутренняя мотивация. Это мотивация влечет за собой активацию воли. То есть это уже ты не просто лежишь и хочешь, ты уже встаешь и идешь, делаешь. И, соответственно, это все, ну это и есть, собственно, деятельность. То есть мы начинаем с эмоций, потом мотивация, потом воля, потом непосредственно идет наше когнитивное развитие. И это несколько другая парадигма образования. То есть в английском языке есть прекрасные слова teaching and learning. То есть teaching – это когда, если следовать примерам, которые приводит Эваль Тельвенко в своей бесподобной, на мой взгляд, работе «Школа должна учить мыслить», он говорит, что мы закормили детей рябчиками готовой науки. То есть мы им даем все готовое. И они это берут и едят. И они уже сыты, они уже не могут переваривать, но тем не менее наш учебный план говорит о том, что нам нужно дать этот объем материала. И наши учащиеся его как-то в себя впихивают, не переваривая, потом его выдают. И это, ну, собственно, это путь к тому, что мы сейчас, собственно, и имеем. То есть нужно таким образом организовывать образовательный процесс, чтобы учащийся сам добывал эти знания. И добывал их не просто потому, что учитель сказал, а потому, что ему это интересно, и потому, что ему хочется добывать эти знания. Для этого нам необходимо изменить акценты в организации образовательного процесса. Сейчас масса инструментов, на самом деле, в открытом доступе имеется, как сделать так, чтобы учитель был не проводником знаний, не проводником информации, которую можно взять и в интернете, и сейчас источником информации класса, а именно организатором, фасилитатором, тьютором, в общем, вот эти вот ближе с ними слова, но именно мне ближе всего слово наставник, то есть чтобы при этом не авторитарный наставник, а именно наставник, который сопровождает своего подопечного от момента цели полагания, от момента заинтересованности до момента достижения образовательного результата. И вот один из примеров, то есть учеба как череда открытий идет, как это можно сделать. Вот здесь я не смогла не привести цитату того, что же такое обучающийся, то есть это реальная цитата из словаря дидактического объекта педагогического воздействия. В классической образовательной парадигме ученик, исполняющий указания учителя, преподавателя, слушание лекции, выполнение заданий, решение задач, которые занимают ответную позицию и не имеют возможности для собственного целеполагания, цели реализации в процессе обучения. Обучаем. Это реальное определение из словаря. То есть если вот задуматься, то здесь о внутренней мотивации, вот о всех этих механизмах нейрокинетивного развития, которых мы сейчас с вами коротко, быстро, как бы в таком, наверное, ну в очень сжатом виде рассмотрели, здесь, конечно же, ни о чем, ни о чем таком речь не идет. То есть это как раз про тех готовых, про рябчиков готовой науки. И вот пример, как можно сделать так, чтобы ученик стал объектом, а не субъектом, вернее, субъектом, а не объектом образовательного процесса. То есть вот как у нас обычно организовано. То есть мы даем учащимся сразу теорему. То есть мы идем от обратного. А исследователь, который открыл эту теорему, он же шел не от готовой теоремы. Он шел от того любопытства, от того исследовательского вопроса, который привел его к открытию этой теоремы. А почему бы нам не пойти по этому же пути? То есть почему бы нам не организовать такие условия, которые поставят перед ребенком исследовательский вопрос, и он сам, благодаря тем инструментам, которые мы ему даем, пойдет по пути открытия этой теоремы и сам выйдет на нее. То есть вот этот переход от готового к созданию ситуации, когда ребенок в процессе деятельности это открывает, это и есть переход от бихевиоризма к конструктивизму, ну и плюс еще взаимодействие с учащимися, выстраивание обратной связи, выстраивание системы формирующего оценивания. То есть задача учителя становится следить за тем, как ребенок открывает те знания, которые мы по-хорошему раньше, в смысле по-хорошему, просто раньше давали в готовом виде. И вот здесь уже в подтверждение тому, что я сказала, это я привожу результаты своего исследования, у меня есть близкое по названию к сегодняшней лекции, тоже заинтересовать нельзя заставить, это связь между критическим мышлением и стилем преподавания. Я взяла два стиля преподавания, это было исследование на студентах, выборка была порядка четырех тысяч студентов, мы опрашивали, ну в процессе анкетирования студентов спрашивали о том, как они, какой стиль преподавания у них преобладает, то есть традиционный или конструктивистский, в каком стиле с ними работают преподаватели. И оценивался уровень критического мышления. И что мы, какой, да, и оценивалась мотивация, внешняя, ну вообще вот этот весь полностью континуум мотивации, который представляет в своей теории Дейси и Райан. И если коротко, то только внутренняя мотивация является медиатором связи между стилем преподавания именно конструктивистским и результатом критическое мышление. Сейчас поясню. То есть критическое мышление – это у нас навык высшего порядка. То есть то, с чего мы начали эту лекцию. То есть то, к чему мы должны стремиться в системе образования, поскольку остальное вполне возможно может взять на себя, заменить нас искусственный интеллект. Таким образом получается, что критическое мышление у нас может развиваться только в том случае, если как раз ребенок захочет. Это доказано уже на многих исследованиях до меня о том, что не включается оно автоматически, для него нужно создавать определенные условия. И эти условия ровно связаны, даже если вернуться, по-моему, интроэцированное, самый высший уровень мотивации, даже не на интроэцированной мотивации, а именно на внутренней мотивации. И для того, чтобы внутренняя мотивация включилась, необходима именно конструктивистский стиль преподавания. Традиционный стиль преподавания внутренней мотивации и критическое мышление не работает. Работает только связка. Конструктивистский стиль преподавания, внутренняя мотивация, критическое мышление. То есть внутренняя мотивация является медиатором связи между конструктивистским стилем преподавания и критическим мышлением. То есть она опосредует. Как работает конструктивистский стиль преподавания? Да, он вызывает любопытство у учащихся. И это способствует развитию критического мышления у студентов. То есть вот эта вот связка, она доказана, вот буквально статья была опубликована в вопросах образования в прошлом году. И, соответственно, что мы можем предложить как альтернативу поощрению? Помимо всего того, что было сказано, это, ну, как бы резюмируя коротко скорее то, что было сказано, это обратная связь, то есть поддержка, что ученик себя чувствует уверенно, то есть он не боится совершить ошибку, он может подойти к учителю и обсудить тот процесс выполнения заданий, даже мы акцентируемся не на задании, мы акцентируемся на тех инструментах, которые мы оснащаем ученика при подготовке его к выходу на рынок труда. То есть ты будешь, вот по итогам прохождения нашего курса, ты когда выйдешь, ну, если мы идем на про университет говорим, то когда выпустишься из университета, ты будешь обладать вот такими-то инструментами, а для этого тебе нужно научиться делать то, то и то, выполнять вот эти задания учебные. То же самое можно говорить и на уровне школы, потому что после школы все равно мы даже на уровне школы мы начинаем готовить детей уже к взрослой жизни. То есть что мы делаем такого, что мы осваиваем в рамках наших предметов, что подготавливает детей именно уже к будущей взрослой жизни. И вот на языке вот этих инструментов, то он подходит к нам и говорит, что я вот обладел вот тем-то, тем-то вот это у меня не получается. И вы начинаете вместе с обучающимся разбирать, что же конкретно у него не получается. Ну, то есть вот обсудить с учащимся, для чего нужно учиться, для чего нужны оценки, каково реальное воздействие по оширению на образовательный результат. То есть не бояться говорить о том, что нужны пятерки нам, что это вот как бы вполне возможно, можно сказать, что мы не можем идти отметочной системы. Но вот мы вот выбрали вот альтернативную систему такую-такую-такую-то, поговорить о том, как у вас будет выстроена система работы. То есть полностью обсудить все правила и процедуры, которые действуют внутри вашей группы, внутри вашей дисциплины, когда вы взаимодействуете с обучающими. Ограничить число заданий, за которые выставляются оценки, и сделать большее число заданий, за которые дается именно обратная связь. Сократить число градаций оценок, ну, это отлично и не закончено. Это вот тоже одно из того, что мы уже с вами говорили. Привет, мы на ошибках учимся. Если не будет ошибок, то не будет прогресса. То есть это нормально, что мы все ошибаемся. Не ставить оценки в процессе изучения материала. Отменить рейтингование. То есть вот мы недавно буквально с Андреем, у нас руководитель Центра преподавательского мастерства Высшей школы экономики, обсуждали вот именно проблемы, которые возникают в системе рейтингования Высшей школы экономики. Как групповая работа ограничивает, ну, то есть люди начинают не взаимодействовать в процессе групповой работы, а именно соревноваться. И это очень ограничивает достижение именно вот той работы в рамках той парадигмы, которую мы сегодня с вами обсуждали. Ну, и привлекать школьников к участию в оценивании. То есть это взаимооценивание, самооценка, как это будет происходить. То есть очень много подходов и к тому, и к взаимооцениванию, и к самооценке существует. То есть внедрять их в свою педагогическую практику. Ну, и последнее, это правило трех С, на которых можно выстраивать свой образовательный процесс. Это сотрудничество, то есть то, что происходит в результате групповой работы. Ну, тем более мы, когда выходим, уже непосредственно идем. Коллеги, пожалуйста, не листайте слайды. Я уж тем более заканчиваю тоже последний слайд. Сейчас будет презентация, будет в открытом доступе, будет выложена, то есть ей можно будет пользоваться. Вот, то есть то, что когда мы выходим на рынок труда, то есть, собственно, когда мы выходим в жизнь, крайне редко у нас бывают индивидуальные задания. То есть чем дальше, тем сейчас больше становится групповой работа, проектная работа. Мы постоянно работаем, мы постоянно взаимодействуем. Поэтому мы должны готовить уже со школьной скамьи, потому что мы будем в дальнейшем работать в группе, а не поодиночке. То есть мы отвечаем и за, мы должны уметь распределять роли в команде, мы должны уметь быть исполнителем, быть руководителем в команде. Второе – это содержание. Это основа на реальных событиях, то есть это аутентичные проблемы. Возможно отдать, пробовать, выбрать содержание вместе с обучающимися. То есть задать им вопрос, вот следующая тема такая-то, так бы вы хотели, чтобы был организован образовательный процесс? Какие примеры нам можно разобрать вот для конкретной этой темы? То есть как можно больше стараться сделать так, чтобы эти темы были не оторваны от интересов обучающихся, от их деятельности в текущих условиях, что они делают. А как-то максимально стараться привязать содержание, примеры, конкретные задачи, которые вы будете разбирать к текущей ситуации, в которой происходит жизнедеятельность наших обучающих. И дальше – это свобода выбора, чтобы они сами могли выбирать то, каким образом они будут решать это задание. Возможно, в группе, может, кто-то захочет в одиночке решать это задание, но как бы стимулировать групповую работу. То есть лишение вот этой самостоятельности, свободы выбора – это достаточно такой серьезный удар по мотивации. То есть важно, чтобы учащиеся в процессе решения своих задач могли руководствоваться правилом свободы. Но и при этом свобода, как говорил, тоже сейчас не вспомню, великий философ, современный философ, он говорил, что свобода невозможна без ответственности. То есть на другой стороне Америки, напротив статую свободы, нужно было поставить статую ответственности, чтобы понимать, что за каждым свободным поступком стоит какое-то последствие, за которое нам придется нести ответственность. И существует еще такая фраза, что твоя свобода заканчивается там, где начинается локоть другого человека. То есть мы должны понимать, что мы все-таки взаимодействуем в рамках сотрудничества. Вот, коллеги, спасибо большое, я постаралась в этот час вместить, наверное, а вот еще хотела, вот на чем завершить, это очень для меня интересное стихотворение, оно недавно наткнулось, и мне кажется, оно как раз очень хорошо описывает ту парадигму, которую мы сейчас рассмотрели. Он взрослых изводил вопросом «почему?», его прозвали маленький философ, но только он подрос, как начали ему преподносить ответы без вопросов, и с этих пор он больше никому не досаждал вопросом «почему?». То есть вот на этой вот прекрасной ноте я бы хотела закончить свое выступление. Спасибо за внимание. Готова к вопросу. Илья Николаевна, спасибо большое, мне кажется, очень важно, мы сегодня подняли тему. Часто, вроде бы, даже в рамках мастерской учителя мы говорим про то, какие методики нам лучше применять, как нам оценивать наших учащихся и так далее. Вот, собственно, на мотивации практически весь образовательный процесс и строится, если ее нет, то как будто бы, чтобы ты не принимал какие-то попытки, дальше уже оно все начинает рушиться и ломаться. Спасибо большое, очень много практических примеров, кажется, было. Коллеги уже начали писать активные вопросы в чате. Коллеги, я напоминаю, что можно задать вопрос в чате, а также можно поднять руку, я обязательно дам вам слово. Первый вопрос у нас был от Елены Владимировны, теме о поощрениях и их возможном вреде. Как в такой ситуации учитывается психотип обучающегося, потому что есть школьники-студенты, которым необходима ситуация успех? Ну вот, честно говоря, мне кажется, когда человек смещается интерес с внешней мотивацией на внутреннюю мотивацию, когда ты работаешь на достижение цели, то есть ты выполняешь деятельность, то у тебя начинает преобладать не то поощрение, которое тебе следует за результатом твоей деятельности, а непосредственно мотивом твоей деятельности. То есть здесь идет речь именно о ситуации успеха, характерной именно для теории, как бы парадигмы бихевиоризма. То есть мы должны похвалить и поставить детей в ситуацию успеха. Но если мы изменяем акценты внутри системы образования с похвалы именно на внутреннее интересное удовлетворение своего собственного любопытства, то у него ситуация успеха возникает тогда, когда любопытство удовлетворено. То есть он сделал открытие, он говорит, вау, я крутой, я сделал открытие, я это понял, я этого достиг, этого результата, я достиг своей цели. Вот она ситуация успеха. То есть не получить оценку и стать лучше, а именно сделать открытие и стать через открытие лучше. То есть достижение своей цели и является той ситуацией успеха, к которой будет стремиться человек, который такой амбициозный человек. Кстати, у амбициозных, мне кажется, вот эта внутренняя мотивация, если им объяснить, как ей пользоваться, она у них будет работать еще с большим успехом. Спасибо большое. У нас следующий вопрос, к сожалению, не отображается, кто задал, но где выявить механизмы побуждения? Возможно, судя по времени, этот вопрос был задан раньше, чем я перешла к парадигме активности. То есть механизмы побуждения – это в эмоциях. То есть без эмоций, если мы не затрагиваем эмоциональную составляющую, нам сложно говорить о том, что у ребенка, даже у взрослого, возникает именно внутренний интерес к детям. То есть внутренний интерес, а именно любопытство, оно основывается именно на эмоциях. То есть тебе хочется это узнать. У тебя горят глаза, ну, не зря говорят, там, человек с горящими глазами. Или когда мы входим в поток, в состояние потока, вот одна из теорий мотивации – это теория потока. То есть когда ты входишь туда, когда ты начинаешь действовать в соответствии, вот как бы одно цепляется за другое, и ты не можешь остановиться, ты постоянно работаешь, 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 пока не достигнешь результата. И, собственно, вот он твой механизм побуждения. То есть изначально просто эмоция у тебя сыграла, ты хочешь достигнуть этого результата. Эвристическая беседа является замечающимся шикарно. То есть если говорить именно про интересы, про инструменты, которые идут от учителя, то здесь я тоже их немного коснулась, и сейчас я повторю. То есть это что может объяснить на вопросы почему? Вот, собственно, чем я закончила это? Он в детстве задавал вопросы почему? Его прозвали маленький ученый. А потом ему стали преподносить вопросы. То есть ему нужно объяснить, почему ему важно это учить, почему ему важен этот образовательный результат. И когда он поймет, почему ему это важно, у него как бы не возникнет вопросов, а надо ли мне это, то есть мне уже это важно, я понял, для чего это мне нужно, я пойду это и буду. Спасибо. Елена, вижу ваш комментарий по поводу ссылки. Я думаю, что мы ее выложим на страничку на видео, которое Юлия Николаевна в своем докладе упоминала. Вопрос у нас есть от Елизаветы. Учитывая большую степень свободы учащихся в отношении развития мотивации и ее внутреннего стимула, как учителю правильно организовать учебные правила, чтобы учеба способствовала развитию мотивации, но при этом не превращала в самоуправление учеников и хаос? Где эта грань? Это вот, знаете, прекрасно. Я вот приготовила некоторые книги, которые хочу вам показать, потому что это вот, сколько вот у нас остается времени, вряд ли мы уложимся. Здесь эта книга, по-моему, Елизавета, ее как раз, ну, я с Елизаветой общаюсь, она ее читает «Дисциплина бесспешной наказания». Здесь прям кладезь инструментов, именно практических. Вот если парадокс-мотивация, парадокс-мотивация, но она больше теоретическая. То есть здесь как раз это говорится про бихевиористскую парадигму и про риски использования похвалы. То есть вот эта вот идея, что противопоставлять похвалу и наказание, ровно вот из книги «Парадокс-мотивация», а инструменты конкретно практические, вот и больше. Поэтому вот если ответить «Дверью» после Елизаветы, то это инструменты развития ответственности учащихся. Не полонар, не чувствовали ответственности. И вот в этой книге они все равно. Илья Николаевна, когда вы чуть-чуть дальше от экрана, как будто бы хуже становится слышно, может быть, немножечко поближе, если можно. Ага, да, спасибо большое. Да, коллеги, если еще есть вопросы, пожалуйста, пишите. Хорошо, я, пожалуй, на правах модератора. У меня тоже возник такой вопрос. Вот все-таки у нас, например, в университете принято, ну и в школе вроде бы, как, наверное, тоже здорово, когда вначале обговариваются какие-то правила игры, да, какие у нас есть вообще, какая у нас система оценивания, какие у нас будут задания. Ну, как бы все равно мы привыкли обсуждать, как тебе пять получить, как, не знаю, какой-то минимальный порог пройти. Вот все-таки, как бы, вот эти обозначения правил игры в самом начале, это такой демотивирующий фактор? Или он все-таки необходим для того, чтобы как-то сориентировать ученика по его пути дальше? Он обязательно необходим. Потому что если мы не обговариваем правила поведения, то непонятны вот эти границы, в которых ты можешь действовать. То есть риски, тем более, вот я вначале когда говорила по поводу хевиаристской крадигмы, то ей пронизан весь наш мир. То есть ребенок рождается уже в семье, и он рождается на системе поощрения и наказания, в смысле воспитывается на системе поощрения и наказания. Он попадает в школу, он постоянно находится в системе поощрения и наказания. Поэтому вот это не так просто перейти вот с парадигмы бихевиаризма на ту парадигму, про которую мы говорим. И вот даже Юрий Александрович, ой, вернее, Юрий Иосифович Александрович, на которого я ссылалась тоже в процессе лекции, он тоже говорит о том, что хоть парадигма активности и уже максимальное распространение получает среди ученых, тем не менее все равно вот эта вот теория, парадигма реактивности, ну или бихевиаристская парадигма, мы от нее так просто избавиться не можем. То есть она постоянно везде как бы нас, ну так назовем это, преследует, поскольку, ну у нас и экономика, и религия, и социология, у нас все, все науки, ну большинство наук, особенно их изначальные корни, выстроены именно на парадигме стимул реакции. Поэтому мы не можем не обговаривать правила, для того, чтобы нам было, ну как бы учащимся было понятно, что мы тем более в новой какой-то там деятельностной парадигме с внутренней мотивацией работаем, да что это такое внутренняя мотивация, то есть на это все обязательно нужно проговаривать вначале, и вот и про оценки, про критерии оценивания, чтобы они не боялись рисковать, что ну не будете вы наказаны, если выйдете за какие-то рамки, давайте просто мы с вами будем это обсуждать, про позитивный климат-ошибки обязательно надо разговаривать, про обратную связь, то есть изначально, и вот этот вот вопрос, почему, то есть в чем это вот, если мы просто поощряем, это одна ситуация, ну то есть такая таблетка, мы постоянно, ну все, молодец, 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 можно даже не пояснять, за что молодец, он пойдет дальше будет делать, а вот в том, в случае с внутренней мотивацией, вот с этой вот другой альтернативной парадигмой, нужно постоянно отвечать на вопрос, почему, почему у тебя не получается, мы ищем эти причины, возможно у него какой-то психологический, вот в книжках, которые я показала, в одной из книг, сейчас уже не вспомню в какой, рассматривается пример, мальчику сделали операцию на мозге, удалили опухоль, и он стал резко хуже учиться, хотя у него не затронули ни одну когнитивную область, и у него спрашивает потом, специалист, я уже не помню, к какому специалисту его привели, говорит, а что произошло, почему, и когда вот в процессе разговора, оказывается, мальчик решил, что у него мозг удали, ну это маленький ребенок, там начальная школа, он решил, что ему мозг удали, ему думать нечем, и раз ему думать нечем, а что я буду думать, и он перестал просто думать, то есть вот этот вопрос, почему такое происходит, это вот задача выяснять, а где ты споткнулся, а что у тебя не получается, вот эти диагностические работы, одно дело разговаривать, другое дело правильно выстроить методику оценивания, когда у тебя есть матрица, когда у тебя каждый критерий в твоем задании оценен отдельным баллом, когда ты проверяешь ребенка, у тебя проявляется профиль ответов, и ты видишь, вот у тебя класс идет, вот у тебя профиль ответов, и у большинства из классов по определенному критерию идут нули, а у единиц только положительная, ну как бы отметки, там единицы, допустим, как сигнал, что это освоено, то есть ты видишь, что именно это действие западает, а вот оно почему, они не могут двигаться дальше без этого действия, и ты возвращаешься назад, и устраняешь эту ошибку, и идешь дальше, а потому что если ты не устранишь, то у тебя как снежный ком накопится дальше, и весь класс будет не понимать, либо это один ребенок не понимает, если у тебя есть ассистент, если есть помощник, то ты можешь ему просто скинуть дополнительную информацию, можешь поговорить с родителями, то есть как бы инструментов для того, чтобы развивать, ну как бы отвечать на эти вопросы, почему, они на самом деле есть, просто они не находятся в зоне постоянного пользования нашего, нас так не учили, с нами так не разговаривали, поэтому ни в педагогическом университете нам этого не говорили, ни когда нас родители учили, ни когда мы учили в школе, у нас нет этого примера, у нас нет насмотренности, как это использовать, поэтому мы как бы, кажется, что это невозможно, а надо просто пробовать, и все получится, все получится. Елизавета как раз реагирует, что бихевиоризм пронизан наш мир, и воспитывать и работать бихевиоризм гораздо проще для родителей и учителей, чем в конструктивизме, к сожалению. Абсолютно согласна, да, согласна, да. Коллеги, если у нас есть еще вопросы, задавайте, пожалуйста. Я еще, наверное, бы хотела уточнить для коллег такой момент, насколько здесь играет роль, фактор добровольности, включения в образовательный процесс. Одно дело, когда ты действительно, тебе предмет интересен, может быть, даже ты его сам выбрал, ты на него ходишь, а другое дело, ну вот я гуманитарий, ненавижу математику, заставляю туда ходить. Будет ли это сказываться на моей мотивации, или даже на этой скучной математике можно выстроить все так, что я заинтересуюсь? Прекрасный вопрос, особенно учитывая, ну, мы никуда не можем уйти от этих скучных предметов, которые сопровождают те предметы, которые нам интересны, они включены в учебный план. И вот здесь тоже задача преподавателя объяснить, опять же, ответить на вопрос, а чем математика может пригодиться в тех предметах, которые вам интересны. То есть, допустим, возьмем пример проведения исследований. Мы исследователи. А как мы будем обрабатывать количественные результаты исследования, если мы не будем знать математику, какие-то основы базовой статистики? То есть, мы можем сколько угодно ненавидеть математику, но просто без нее, как инструментом именно. Вас никто не заставляет любить математику. Ну, вы же, вы можете не любить молоток, но вы можете им забить гвоздь, потому что, ну, потому что надо забить гвоздь. Это математика, вот те инструменты, которые вам дают, вот такие вот молотки, которыми вы будете забивать те гвозди, которые вам нужно будет, чтобы повесить одежду, например, или еще для каких-то своих целей использовать. То есть, если вот преподаватель объяснит вам, для чего вам математика, помимо, ну, как бы математика не ради математики, а математика ради удовлетворения тех потребностей, которые у вас есть. И этому на самом деле не так уж и много времени это потребуется посвятить. То есть это первое занятие, когда вы проводите, но это в педагогическом дизайне называется анализ целевой аудитории. То есть когда вы, вот, ученики пришли, и вы с ними просто какое-то занятие посвятили, просто разговору, а какие у них есть дефициты. Другое дело, что в большинстве случаев тот лед, который нужно растопить, вот на это долгое время уходит. То есть, ну, сопротивление идет между преподавателем изначально и учащимися. Спасибо большое. Коллеги, вижу, что пока вопросов у нас больше не появилось. Тогда я предлагаю нам потихоньку с вами заканчивать. Я еще раз напомню, что презентация будет обязательно выложена у нас на страничке, в том числе мы опубликуем видео. В следующий раз мы с вами встретимся 5 февраля, и мы продолжим разговор про мотивацию. Будем уже говорить с точки зрения пед-дизайнера, как заложить вот эту вот мотивацию уже на этапе проектирования курса, как сделать так, чтобы уже на этом моменте у нас были какие-то подстраховки, как дальше выстраивать образовательный процесс. Коллеги, я вас благодарю за такую активность. Спасибо большое, Юлия Николаевна, за то, что открыли... Во-первых, мастерскую этого Нового года. Это наша первая встреча. Во-вторых, такая интересная тема. Мне кажется, была очень полезна. Было видно по реакциям коллег, что тема актуальная, хочется на нее высказаться. Мы надеемся продолжить нашу серию встреч и обсудить мотивацию в дальнейшем тоже. Спасибо большое. Спасибо большое и спасибо коллеге за интерес к этой теме. Это, наверное, символично, что с мотивацией мы начинаем учебник. То есть возле новой будут не учебники, а в новой. Да. Да. Коллеги, спасибо большое вам за активное участие. Ждем вас в следующий раз. Желаем всем хорошего вечера. Спасибо. До новых встреч. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.